Благослови! Не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Иреев Партуиреев нашего храма. Здоровья, Господь! Рождение свыше! Поменю, Господи, болящих! Мило Александру Жолниру! Татьяну Кузьминичну! Болящую Любовь! Болящую Елизавету! Болящую Геннадию! У вас еще кто есть? Болящую Анастасию! Здоровья, Господь! Спасение! Рождение свыше! И заупокойся! Господи! Помени! Моя Лию! Сергея Парализона Котлова! Анастасия Дробот! Хейгун Иронима Снацарского монастыря! Алфин Мадрида! Иронима Аллатрского монастыря! Еще у вас! Свет Мадель Феославовна! Николай Любовь Сергея Раиса Раиса Анатолова! А вы прочих! Александра и всех родников! Всех наших сродников! И простите это совершение вольное и невольное! Если покаялись они, Господи! Их жены проводили во Христе! Если не покаялись, то не обмени нам во грех! И даруй Царство Небесное! И причастие всех Твоих благих! А нам здравие духовное! Спасибо! Господи Памила! Благословите! И счастье! Благословите! Господи Памила! Я говорю, надо помолиться, мне за эту книгу укупать! А у меня денег нету! Я предоплату дал! А откуда? Я говорю, понятия не имею! Священник, и у него веры то нету! Мы помолились, легли спать! А я говорю, мы в больному живем! После девяти вечера мне не звоните! Сейчас жизнь начинается! У нас уже помолиться, подготовиться ко сну! Я встал сегодня в пол первой ночи! В пол первой я разбираю почту! У нас 17 тысяч роликов в Ютубе! Много писем! А в 4.40 уже все встают! Всегда в 4.40! У меня времени абсолютно никакого нету! После девяти не звоните! Друг звонок! Алло! Это Барнаул? У вас церковь, а имя кого назван? Я говорю, Амфимоник, имя индийского! А нам сказали Клименты! Я говорю, Климент, Танкирск это лагерь! Я начальник детского лагеря! Сам основал его! 45 лет! А нам разницы нет! У нас дядя Климент умер! Говорят, молитва ближе к Богу! Та, где счесть его храм! Мы деньги вам вышим! А вы откуда? С Сакраменто, США! Я был там знаком, что у меня там нету! Я просто посещал их! Утром я уже еду и получаю через Бестон-Юнион! Это нельзя придумать! Первая книга у меня вышла книга стихов! Денег-то нету! И вот одна заболела у нас, Надежда Павловна, у нее рак в груди был! Я говорю, когда умрешь, послушайте, ты поклонишься Христу, Богородице, потом святым и подойди к иконичу до Творца! Везде его в икона есть! Он любит золотишко подкинуть! Пусть он мне пришлет выкупить книгу! Хорошо! Она совсем не могла говорить! Это я всем сказал в общине у нас! И все молились! Тут уже 30 дней все спрашивают! Ну что? Ну что? Сороковой день ничего нету! Я сижу один дома! Пишу! В это время стучит! Заходит человек в молитвеских военных руках! Вы говорили о деньгах нужных! Деньги? Да! Я вам дам безвозвратно! Но! Одно условие! Чтоб никто не знал, что я к вам приходил! Он предприниматель, а их там трое! Ну там связано с нефтью, там то другое! И как газета «Экспресс» напечатала статью «Помощь того света!» Сороковой день незнакомый человек приходит и приносит столько, сколько мне надо выкупить книгу! А то нельзя придумать даже! Я вам говорю как человек!